Друзья, Женя Огонь в эфире. Сейчас вы увидите очень серьезный обзор. Обзор, посвященный лагерю смерти Освенцам. Пожалуй, одному из самых жутких мест на Земле. В обзоре будут показаны просто ужасные кадры. Как художественные, так и документальные. Поэтому зрителям, кто не готов увидеть эти ужасы, я не рекомендую смотреть это видео. Мне самому этот обзор дался очень тяжело. Помимо изучения мрачной информации про лагерь и просмотра кинохроники, я читал воспоминания очевидцев. И я плакал. Также в этом обзоре будут показаны кадры амуниции и символики нацистов. Я их оставил специально, чтобы мы не забывали символы абсолютного зла. Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. Слово «Аушвиц» или «Освенцам» в сознании многих людей является символом или даже консистенцией зла, ужаса, смерти, концентрации самых немыслимых и нечеловеческих изуверств и пыток. Многие сегодня оспаривают то, что, по словам бывших узников и историков, здесь происходило. Это их личное право и мнение. Но побывав в Аушвицце и своими глазами увидев огромные комнаты, наполненные очками, десятками тысяч пар обуви, тоннами срезанных волос и детскими вещами, у тебя внутри пустота, а волосы шевелятся от ужаса. Ужас осознания, что эти волосы, очки и туфли принадлежали живому человеку, может быть почтальону, а может быть студенту, обычному рабочему или торговцу на рынке, или девушке, или семилетнему ребенку, который у них срезали, сняли и бросили в общую кучу, к еще сотне таких же. Аушвиц. Вместо зла и бесчеловечности. Аушвиц – это комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшихся в 1940-45 годах в районе Верхней Силезии, около города Освенцим, который в 1939 году указом Гитлера был присоединен к территории Третьего Рейха. Он находится в 60 километрах к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцем», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочниках исторически преимущественно используется польское название, немецкое название используется гораздо реже. В самой Польше изначально концлагерь называли «Освенцем», но в настоящее время используется только название «Аушвиц», чтобы провести максимально четкое разграничение между лагерем смерти и древним польским городом. Программа окончательного решения еврейского вопроса еще не была выработана, но оккупация Польши в сентябре 1939 года привела к тому, что на подконтрольных Третьему Рейху территориях оказалось более трех миллионов евреев, с которыми нужно было что-то делать. В крупных польских городах в 1940 году были созданы гетто, в которых евреи изолировались от немцев и этнических поляков. Но это было только начало. После того, как в 1939 году этот район Польши был занят немецкими войсками, город Освенцем был переименован в «Аушвиц». Первым концлагерем в Освенцеме стал «Аушвиц-1», который впоследствии служил административным центром всего комплекса. Он был основан 20 мая 1940 года на основе кирпичных одноэтажных и двухэтажных строений бывших польских, а ранее австрийских казарм. Первоначально к строительству концлагеря «Аушвиц-1» в принудительном порядке были привлечены члены еврейской общины города Освенцем, а бывшее овощехранилище было переделано в крематорий с моргом. В связи с тем, что было решено создать в Освенцеме концентрационный лагерь и лагерь смерти, с прилегающей к нему территории было выселено все польское население. В ходе строительства у всех одноэтажных зданий были надстроены вторые этажи. Были построены несколько новых двухэтажных зданий. Всего в лагере «Аушвиц-1» насчиталось 24 двухэтажных здания, или же «Блока». Каждый блок был рассчитан на 1200 узников. В блоке номер 11, который еще называли «Блок смерти», находилась лагерная тюрьма. Там же 2-3 раза в месяц происходили заседания так называемого «Чрезвычайного суда», по решению которого приводились в исполнение смертные приговоры в отношении арестованных гестапо-участников движения сопротивления и арестованных узников лагеря. Про это я расскажу немного позже. Двойной забор колючей проволоки, который находился под напряжением. Некоторые заключенные, чтобы избежать мучительной смерти, прыгали прямо на этот забор и умирали или от удара током, или от расстрела часовыми. Тут, видимо, судя по изоляторам, несколько тысяч вольт пропускалось. Гуляя по этой аллее, совершенно не думаю, что это было одно из самых страшных мест на Земле. Каждый – это просто совершенно обычные казармы немецкого типа. Но на самом деле, внутри происходила полная жесть. Тут жили узники. Лагерь был обнесен двойным проволочным забором, по которому пропускался электрический ток высокого напряжения. Весной 1942 года Аушвиц-1 с двух сторон был обнесен железобетонным забором. Охрану лагеря внесли военнослужащие войск СС и соединение «Мертвая голова». Первая группа узников в составе 728 польских политических заключенных прибыла в лагерь 14 июня 1940 года. На протяжении двух лет количество заключенных варьировалось от 13 до 16 тысяч, а к 1942 году достигло 20 тысяч заключенных. СС отбирало некоторых заключенных, преимущественно немцев, для слежки за остальными. За все время существования лагеря Аушвиц-1 на лагерном учете здесь состояло около 400 тысяч узников разных национальностей, советских военнопленных и узников корпуса номер 11, ожидающих заключения полицейского трибунала гестапо. Одним из бедствий лагерной жизни были поверки, на которых проверяли численность заключенных. Они длились по несколько, а иногда свыше 10 часов. Лагерные власти часто объявляли штрафные поверки, во время которых узники должны были сидеть на корточках или стоять на коленях. Бывали поверки, когда им нужно было держать руки поднятыми вверх в течение нескольких часов. Жилищные условия в разные периоды сильно отличались, но они всегда были катастрофическими. Заключенные, которых доставляли в самом начале первыми эшелонами спали на соломе, разбросанной на бетонном полу. Позже вели подстилки из сена. Это были худые тюфяки, набитые небольшим его количеством. В помещении, в котором едва помещалось 40-50 человек, спало около 200 заключенных. С ростом численности заключенных в лагере возникла необходимость уплотнения их проживания. Появились трехъярусные нары. На одном ярусе лежало по два человека. В виде подстилки была, как правило, прелая солома. Укрывались узники отрепьем и тем, что было. В лагере Аушвиц нары были деревянными. Вода была только холодная, и доступ к ней у узников был всего в течение нескольких минут в день. Мыться позволялось узникам крайне редко, и для них это был настоящим праздником. При крайне катастрофических жилых условиях для людей весьма цинично выглядит история с Псарней. Центральное руководство в Берлине выдало 16 октября 1942 года приказ о строительстве в Освенциме Псарне на 250 служебных собак. Запланировано это было на широкую ногу и ассигновано на 81 тысячу марок. При строительстве объекта была принята во внимание точка зрения лагерного ветеринарного врача, и приняты все меры к созданию хороших санитарных условий для собак. Не забывали отвезти для собак большую территорию, с газонами, построили ветеринарную больницу и специальную кухню. Факт этот заслуживает особого внимания, если представить себе, что одновременно с этой заботой о животных, лагерные власти относились с полным равнодушием к санитарно-гигиеническим условиям, в которых жили тысячи узников в лагере. Рексфюрер СС надеялся, что собак можно натренировать так, чтобы они всегда окружали узников, как ораву овец, и таким образом побеги стали бы делом невозможным. Но все попытки добиться этого потерпели крах, ведь люди не скот. Внутри эти бараки выглядят весьма цивильные, но если не знать то, что тут жили умирально заключенные, вот у меня слева огромные просто волосы, тут десятков тысяч людей. Позже из этих волос делали подушки и одеяло для нужд военно-морского флота Рейха, в первую очередь для подводных лодок. В каждом бараке находится какая-либо экспозиция, и экспозиции тут весьма и весьма жуткие. Одна комната с волосами, другая комната с очками, в этой комнате чемоданы лежат, огромное количество, и детская обувь. И в каждом блоке находилась по одной печке. А это обувь. Обувь тысяч узников Освенцима, которые отсюда не вернулись. Шесть дней в неделю, кроме воскресенья, заключенные были обязаны работать. Подъем был в шесть утра, работали по двенадцать часов. И в десять-одиннадцать вечера отбой. Утром чай, днем баланда. Вечером чай и буханка хлеба на четверых. Каждое утро в каждом бараке не просыпалось человек по пять или семь. Но не это самое страшное. Самое страшное – это селекция. Ее проводили раза два в месяц. На улице раздевали по пояс и осматривали. Если не прошел селекцию в газовую камеру. До 1944 года, когда Аушвиц превратился в фабрику по уничтожению, ежедневно большинство заключенных отправляли на изнурительные работы. Поначалу они работали на расширение лагеря. А затем их использовали как рабов на промышленных объектах Третьего Рейха. Ежедневно колонны изможденных рабов выходили и заходили через ворота с циничной надписью. «Arbeit мах фрай», то бишь «Труд делает свободным». Работу узник должен был выполнять бегом, без секунды отдыха. Темпы работы, мизерные порции еды и постоянные побои увеличивали смертность. Во время возвращения узников в лагерь, убитых или изможенных, которые не могли сами передвигаться, волокли или везли на тачках. А в это время для них около ворот играл духовой оркестр, также состоящий из узников. И на этом моменте поподробнее. Первый оркестр в лагере появился в 1942 году. Он состоял из 16 мужчин. Позже оркестр разросся и были разрешены сводные репетиции. И 12-й блок стал блоком для музыкантов. От других блоков его отличало наличие помещения для репетиций. Но репертуар ограничился вкусами эсэсовцев. Играли в основном немецкие марши. С июня 43-го года на рассвете оркестр шел к воротам лагеря, где музыкой провожал узников, идущих на работу. Какая ни была бы погода, они продолжали играть. Кроме того, никто не снимал с музыкантов рабочей повинности. Вечером оркестр встречал возвращающиеся рабочие бригады. Играл оркестр и во время селекции, и в лазарете. Нередко по несколько часов подряд, повторяя одни и те же мелодии. Говорить о том, что музыканты не понимали, что остальные узники их, мягко говоря, недолюбливают, не приходится. В отличие от остальных арестантов из рабочих бригад, музыкантов лучше кормили. Им давали возможность мыться и чаще менять одежду. Поэтому их вид вызывал только неприязнь. Большая часть выступлений была предназначена для руководства лагеря. Поэтому и вид у музыкантов должен был быть достойный. Трудно поверить, но на территории Аушвиц-1 был даже бассейн. Бассейн использовался в качестве противопожарной емкости для воды. Эту емкость сделали в форме плавательного бассейна, чтобы у вновь прибывших людей было ощущение, что жизнь у лагеря не так уж и плоха. Даже бассейн есть. Помимо всего прочего, на территории лагеря были некоторые блага от цивилизации. Например, в одном из блоков находилась библиотека, а на втором этаже – публичный дом для передовиков производства. Но не знаю, как у них сил хватало. Почтовый офис с ежедневной доставкой корреспонденции, а также музыкально-драматический театр. У заключенных были выходные, воскресенье и праздничные дни. Нацисты, ставшие весьма изощренными деятелями по уничтожению людей, совмещали, казалось бы, несовместимые вещи. Сами вдумайтесь. За периметром концлагеря было здание, в котором до войны располагался театр. И это здание использовалось по тому же назначению, когда возник лагерь. Субботними вечерами тут давали концерты, ставили постановки. В этом же здании был кинотеатр, где каждую неделю показывали различные фильмы. Так и получалось, что по будням узники умирали от непосильного труда и расстрелов, а по выходным дружелюбные и любвеобильные нацисты позволяли им несколько отойти от пути освобождения через труд, путем некоторых развлечений. Я даже боюсь представить, с каким ужасом узники встречали начало новой рабочей недели. Для каждого обитателя Аушвицца блок номер 11 был одним из самых страшных мест. В отличие от других блоков, его двери всегда были закрыты. Окна были целиком замурованы. Лишь на первом этаже было два окна. В комнате, где несли дежурство эсэсовцы. В залах с правой и левой стороны коридора помещали заключенных, ожидающих приговора, чрезвычайного полицейского суда, который приезжал в лагерь Аушвиц из Краковицы один-два раза в месяц. И в течение двух-трех часов своей работы суд выносил от нескольких десятков до более сотни смертных приговоров. Тесные камеры, в которых находилось порой огромное число ожидающих приговора людей, имели лишь крохотное зарешетчатое окно под самым потолком. А со стороны улицы, около этих окошек, стояли жестяные коробки, заслонявшие эти окошки от притока свежего воздуха. Приговоренных перед расстрелом заставляли раздеваться в этом помещении. Если в этот день было немного, то приговор приводили в исполнение прямо здесь. Если же приговоренных было много, то их выводили к стене смерти, которая располагалась за высоким забором с глухими воротами, между 10 и 11 корпусами. На груди раздетых людей чернильным карандашом наносили большие буквы их лагерного номера, чтобы впоследствии можно было легко идентифицировать труп. Под каменным забором во дворе 11 блока была сооружена большая стена из черных изоляционных плит, обшитая поглощающим материалом. Эта стена стала последней гранью жизни тысяч людей, приговоренных с судом гестапо к смерти за нежелание предать ей родину, попытку бегства и политические преступления. В общем итоге, в этом дворике было убито более 20 тысяч человек. В лагере Аушвиц была целая система наказаний для узников. Ее тоже можно назвать одним из фрагментов преднамеренного их уничтожения. Заключенного наказывали за сорванное яблоко или найденную в поле картофельную, справление нужды во время работы или за слишком медленную работу. Одним из самых страшных мест наказаний, зачастую приводившихся к смерти узника, был один из подвалов 11-го корпуса. Здесь в дальней комнате находилось 4 узких вертикальных герметичных карцера, размерами 90 на 90 сантиметров в периметре. В каждой из них внизу располагалась дверь с металлическим засовом. Через эту дверь наказанного заставляли протиснуться внутрь и закрывали ее на засов. В этой клетке человек мог находиться только стоя. Так он и стоял без еды и воды столько, сколько хотелось эсэсовцам. Нередко это было последним наказанием в жизни заключенного. Более жесткие меры подразумевали медленные убийства. Провинившихся либо сажали в герметичную камеру, где они умирали от нехватки кислорода, либо морили голодом до смерти. И вот мы подошли к самому жуткому месту в лагере, к крематорию и к газовой камере. Сюда большинство людей могло войти, а выходили они и через трубу. И выражение «выйти через трубу» пошло именно из фашистских концлагерей. 3 сентября 1941 года по приказу заместителя коменданта лагеря оберштурмфюрера СС Карла Фришта было проведено первое испытание отравления людей газом «Циклон-Б» в подвальных помещениях блока номер 11, в результате которого погибло 600 советских военнопленных и 250 польских узников, в основном больных. Опыт был признан успешным, и помещение морга в здании крематория было реконструировано в газовую камеру. Камера функционировала с 1941 по 1942 год, а затем ее перестроили под бомбоубежище СС. Просто жесть в таком бомбоубежище переждать что-то. После освобождения Освенцима на лагерных складах было найдено огромное количество использованных банок из-под «Циклона-Б» и банки с неиспользованным содержимым. За период 1942-1943 годов только в Освенциме, согласно документам, было поставлено около 20 тысяч килограмм кристаллов «Циклона-Б». Подробнее про сам «Циклон-Б» и нюансы работы газового цеха, да, именно так его и называли нацисты, я расскажу немного позже. Именно здесь от отравления газом «Циклон-Б» умерли сотни тысяч человек. Газ закидывали вот в этих вот проходах. И сразу же из крематория с Ольдер-командой люди доставлялись в печи для зажигания. В Аушвице были установлены печи D57-253, модель Аушвиц. 15 августа состоялась первая кремация трупа заключенного в только что сданной муфельной печи. Впоследствии было заказано еще две такие печи. К слову, один труп подобной печи сгорал за полчаса. Печи работали непрерывно, за исключением остановок из-за неисправностей. Так, например, постоянно возникала проблема с дымовой трубой крематория, кладка которого просто не выдерживала высокой температуры и труба начинала трескаться. И вот мы пришли на лагерь Аушвиц-2. Он находится буквально в двух с половиной километрах от Аушвиц-1. И вот эти самые легендарные лагерные ворота, которые являются одним из символов этого всего трэша. Аушвиц-2, также известный как Биркинау или Бжидзинка, это то, что обычно и подразумевают, говоря, собственно, об Освенциме. Находится он на территории деревни Бжидзинка. В нем, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, цыган и узников других национальностей. Число жертв этого лагеря составило более миллиона человек. Строительство этой части лагеря началось в октябре 1941 года. Всего было четыре строительных участка. В 1942 году сдали в эксплуатацию первый участок. Там находился мужской и женский лагеря. В 1944 году были открыты в эксплуатацию лагеря, находившиеся на строительном участке номер 2. Там располагался цыганский лагерь, мужской карантин и больничный лагеря. Еврейский семейный лагерь, а также складские помещения и депо-лагерь, то есть лагерь для венгерских евреев. В 1944 году приступили к застройке третьей очереди участка. И в незаконченных бараках жили еврейки, фамилии которых не были занесены в регистрационные лагерные книги. Лагерь этот тоже назывался депо-лагерь, а потом Мексика, а четвертую очередь строить так и не начали. Большинство обреченных на смерть евреев прибывали в Аушетсберкинау с убеждением, что их вывозят на поселения на восток Европы. Особенно это касалось евреев из Греции и Венгрии, которым немцы даже продавали несуществующие участки под застройку или предлагали работу на фиктивных заводах. Именно поэтому люди, направленные на уничтожение в лагерь, часто привозили с собой самые ценные вещи, драгоценности и деньги. Новые заключенные ежедневно пребывали на поездах Ваушвиц-2 со всей оккупированной Европы. По прибытии на разгрузочную платформу у людей отбирали все вещи и ценности. Врачи СС проводили осмотр депортированных людей. После беглого осмотра в первую очередь учитывалось состояние здоровья, возраст, комплекция, а затем устные данные, состав семьи, образование, профессия. Всех прибывших делили на 4 группы. Первая группа, которая составляла примерно 3 четверти всех привезенных, отправлялась в газовые камеры в течение нескольких часов. В эту группу входили все, признанные непригодными к работе. Прежде всего, больные, глубокие старики, инвалиды, дети, пожилые, женщины и мужчины также непригодными считались прибывшие слабого здоровья, несреднего роста или комплекции. В Ваушвиц-2 было 4 газовые камеры и 4 крематория. Все 4 крематория вступили в строй в 1943 году. Подлежащих уничтожению людей убеждали в том, что их отправляют в баню, поэтому они ведут себя относительно спокойно. Здесь узников заставляют снять одежду и перегонять в следующее помещение, имитирующее саму баню. Под потолком были расположены душевые отверстия, через которые никогда не текла вода. Одной из проблем в лагерях были паразиты. Вши, блохи и прочие неприятные насекомые, являющиеся переносчиками возбудителей опасных болезней. Для предотвращения эпидемии, особенно ТИФа, немцы производили обработку одежды заключенных пестицидами. Наиболее востребованный пестицид назывался циклон-Б. Он представлял собой пористые гранулы, пропитанные цианистым водородом или же синильной кислотой. Формула у нее была очень проста – HCH, то есть по одному атому водорода, углерода и азота на молекулу. И в этой простоте кроется смертельная опасность. Синильная кислота связывается с клетками организма и блокирует возможность приема ей кислорода, вызывая таким образом гипоксию. То есть организм начинает задыхаться на клеточном уровне. Банки, в которых хранилось вещество, герметичные и опасности не представляли. Но стоило ее открыть, как синильная кислота начинала испаряться из гранул, убивая все живое. Циклон-Б был разработан в 1922 году группой ученых под руководством Фрица Габбера, лауреата Нобелевской премии по химии 1918 года. С 1911 года он был руководителем Института физической химии и электрохимии научного общества Кайзера Вильгельма в Берлине, где возглавлял разработку боевых отравляющих веществ и методов их применения. Габбер сам был евреем по национальности и в 1933 году, после прихода Гитлера к власти, был вынужден эмигрировать из Германии. Через год он умер в Швейцарии, но некоторые члены его семьи погибли в нацистских лагерях смерти. Циклон производила фирма «Дегэш», то бишь в переводе «Немецкое общество по борьбе с вредителями», являющееся отделением корпорации «Дегуса» с 1922 года. Команда химиков предприятия разработала метод упаковки цианистого водорода в герметичные канистры. Новый продукт и стал знаменит как «Циклон-Б». Приблизительно 1,1 миллиона человек были убиты с помощью этого метода, в основном в Освенциме. Владелец фирмы «Тэш» был казнен в 1946 году за сознательную продажу продукта «СС» для использования на людях. В настоящее время цианистый водород редко используется в качестве пестицида, но все еще имеет промышленное применение. Фирмы в нескольких странах продолжают выпускать «Циклон-Б» под альтернативными торговыми марками. А теперь поговорим про сам процесс уничтожения людей в газовых камерах, или как их называли нацисты «Газовые цеха». В помещении около 210 квадратных метров заводилось около 2000 человек, после чего двери закрывали, и через отверстие в потолке в помещении засыпали гранулы «Циклона-Б», из которых высвобождалась синильная кислота. Люди умирали от удушья в течение 15-20 минут. Позже у убитых вырывали золотые зубы, снимали кольца и серьги, у женщин обрезали волосы. После этого трупы транспортировали к печам крематориев, где огонь гудел непрерывно. В случае переполнения печей или во время, когда были повреждены от перегрузки трубы, тела уничтожали в местах сожжения позади крематориев. Все эти действия выполняли заключенные, входившие в так называемую группу «Зольдеркоманда». На пике деятельности концлагеря «Аушисберкинау» ее численность составляла около 1000 человек. Для утилизации трупов самым лучшим вариантом оказалась кремация. С 1939 года на СС работала фирма «Топф и сыновья». Она разрабатывала мобильные и стационарные крематории для концлагерей. Главный инженер фирмы Курт Префер занимался разработкой печей повышенной производительности, которые могли бы работать длительное время без остановки. Они были больше похожи не на стандартные крематории, а на мусоросжигательные установки, чему вполне способствовала задача сжигания большого количества трупов. Благодаря его стараниям «Аушисберкинау» были оснащены мощными комплексами для кремации. «Беркинау», будучи лагерем смерти, получил более мощные печи, а «Аушисберкинау» стояли более простые установки, про которые я вам уже рассказывал. Пепел узников «Беркинау» выбрасывали в пруды на территории лагеря или использовали в качестве удобрений. К 1943 году в лагере сформировалась группа сопротивления, которая помогла некоторым заключенным бежать, а в октябре 1944 года группа заключенных из зондеркоманды подорвала один из крематориев. А в январе 1945 года сами эсэсовцы приняли решение взорвать газовые камеры и крематории, чтобы скрыть следы своих нечеловеческих деяний. Вот за моей спиной еще один взорванный газовый цех. Газовый цех – именно так называли газовые камеры и крематории сами фашистские палачи. И вот позже эти газовые цеха были взорваны, и от них остались руины, которые сейчас законсервированы. Я даже не представляю, сколько боли, ужаса, мук и страданий воспитала в себя вот этот вот кирпич, который вот за моей спиной. Если бы я, конечно, верил в всякую энергетику, я бы понимаю, что этот кирпич мега энергетичный и мега негативный. Но даже мне, человеку, вообще скептику, тут жутко, до ужаса. Комендант Освенцима Рудольф Хёс свидетельствовал. Рейксфюрер СС посылал в Освенцим разных функционеров партий и СС, чтобы они сами увидели, как уничтожают евреев. При этом все получали глубокие впечатления. Некоторые из тех, кто прежде разглагольствовали о необходимости такого уничтожения, при виде окончательного решения еврейского вопроса теряли дар речи. Меня постоянно спрашивали, как я и мои люди могут быть свидетелями такого, как мы всё это способны выносить. На это я всегда отвечал, что все человеческие порывы должны подавляться и уступать место железной решимости, с которой следует выполнять приказы фюрера. Каждый из этих господ заявлял, что не желал бы получить такое задание. И именно для сохранения морального здоровья ССовцев и были придуманы члены Зольдеркоманды. Зольдеркоманды были сформированы в Освенциме ещё в августе 41-го года. В её функции входило сопровождение людей в газовые камеры, посменная обработка и уничтожение тел погибших. Первоначально данные обязанности возлагались на охранников из числа отрядов СС. Но вскоре выяснилось, что даже эти, без преувеличения садисты, не выдерживали психологического напряжения, постоянно фиксируя тысячи и тысячи убиваемых ими же людей. Выход был найден по-немецки логичный. Всю эту работу возложили на самих узников в лагере. Из наиболее крепких в физическом плане заключенных немцы отбирали группу и отправляли на работу по обслуживанию крематория. Понятно, что любой отказ от данной деятельности в Освенциме означал немедленную смену статуса. Вторая группа заключенных отправлялась на рабскую работу на промышленные предприятия различных компаний. С 1940 по 1945 годы в комплексе Аушвиц были приписаны к фабрикам около 450 тысяч заключенных. Из них более 340 тысяч скончались от болезней и избиений, либо были казнены. Известен случай, когда немецкий промышленник Оскар Шиндлер спас около тысячи евреев, выкупив их для работ на своей фабрике. 300 женщин из этого списка по ошибке попали в Освенцим. Шиндлеру удалось их вызволить и вывезти в Краков. Также эти узники становились участниками Зольдер-команды. Помимо лагерей Аушвиц-1 и Аушвиц-2 был еще лагерь Аушвиц-3, который являлся группой из приблизительно 40 небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. То есть это был трудовой лагерь, где рабским трудом работали заключенные. Такие лагеря регулярно посещали доктора и отбирали слабых и больных для газовых камер Биркенау. Третья группа, в основном близнецы и карлики, отправлялись на различные медицинские эксперименты, в частности к доктору Йозефу Менгеле, известному под прозвищем «Ангел смерти». Одной из наиболее страшных страниц в истории Аушвиц были медицинские эксперименты врачами СС, в том числе над детьми. Так, например, профессор Карл Краусберг с целью разработки быстрого метода биологического уничтожения славян проводил над евреями в корпусе номер 10 эксперименты по стерилизации. А доктор Йозеф Менгеле в рамках генетических и антропологических опытов проводил эксперименты на детях-близнецах и детях с физическими недостатками. Кроме того, в Аушвиц осуществлялись разного рода опыты с применением новых лекарственных препаратов, изучались действия химических веществ на организм, испытывались новейшие фармацевтические препараты, заключенных искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями в качестве экспериментов. Нацистские врачи тренировались в проведении хирургических операций на здоровых людях. Часто производилась кастрация мужчин и стерилизация женщин, в особенности молодых, сопровождающиеся изъятием яичников. Четвертая группа, преимущественно женщины, отбирались в группу Канада для личного использования немцами в качестве прислуги и личных рабов, а также для сортировки личного имущества заключенных, прибывших в лагерь. Название Канада было выбрано как издевка над польскими заключенными. В Польше слово Канада часто использовалось как восклицание при виде ценного подарка. Раньше польские иммигранты часто отправляли подарки на родину из Канады. И сейчас мы подходим к подразделению Канада. Именно здесь происходила первичная регистрация и сбор вещей у всех вновь прибывших, а также их обработка и дезинфекция как людей, так и вещей. Мы находимся в здании подразделения Канада. Сюда всех вновь прибывших отправляли, где у них изымались и описывались вещи, регистрировались сами входящие и описывались и забирались все ценности, которые при них были. После того, как людей зарегистрировали, у них забирали вещи, отправляли вещи на дезинфекцию. Самих людей брили, а потом вот их мыли в этом вот душе. Это большая душевая. И уже только после этого они были готовы к работе и поселению в бараке. После санитарной обработки заключенных, которым верено было остаться в живых, отправляли в вновь освободившиеся или отстроенные бараки. И вот все бараки, они примерно типовые и вот выглядят вот так вот. Здесь кому-то может проверить. А тут у нас нескончаемые умывальники, где каждое утро умывались заключенные. Охранниками и надзирателями служили как сами немцы в отрядах «Мертвая голова», так и поляки, украинцы и некоторые другие. Всего лагерь охраняло 6 тысяч эсэсовцев. Особое хочу рассказать про надзирательницу лагеря Ирму Грёзер, которую узники прозвали «Светловолосый дьявол». В возрасте 20 лет она была назначена на должность старшего надзирателя, то есть стала вторым лицом лагеря после коменданта. При этом она не хотела всю жизнь оставаться надзирательницей, а мечтала о послевоенной карьере кинозвезды. Выжившие заключенные лагеря в своих свидетельских показаниях многократно говорили о жестокости Ирмы. Среди ее прозвищ были «Светловолосый дьявол», «Ангел смерти», «Прекрасное чудовище». Она носила тяжелые сапоги. При ней всегда, помимо пистолета, был плетеный кнут. Для издевательств над заключенными она использовала эмоциональные и физические методы, пытки и телесные наказания. Забивала женщин заключенных насмерть и наслаждалась произвольным отстрелом заключенных. Она морила голодом собак, чтобы потом натравливать их на жертв и лично отбирала сотни людей для отправки в газовые камеры. За всю историю Освенцима было совершено около 700 попыток побега, 300 из которых увенчались успехом. Однако, если кто-то бежал, то всех его родственников арестовывали и отправляли в лагерь, а всех заключенных из его барака показательно казнили. Это был весьма действенный метод препятствовать попыткам побега. В связи с приближением советских войск администрация Аушвиц начала эвакуацию заключенных в лагеря, расположенные на территории Германии. Более 58 тысяч уцелевших к тому моменту заключенных были вывезены до конца января 1945 года. А 25 января 1945 года эсэсовцы подожгли 35 бараков складов, которые были полны вещей, отобранных у евреев. Их не успели вывезти. Когда 27 января 1945 года советские солдаты заняли Освенцем, они нашли там около 7,5 тысяч узников, которых не успели увезти. А в частично уцелевших бараках складах более 1 миллиона мужских и данских костюмов, более 43 тысяч пар мужской и женской обуви, более 13 тысяч ковров и огромное количество зубных щеток, кисточек для бритья, а также других мелких предметов домашнего обихода. Также было обнаружено более 7 тонн человеческих волос, упакованных в мешки. Это были те останки, которые лагерные власти не успели продать и отправить на переработку. Анализ, проведенный в Институте судебных экспертиз, показал, что на них имеются следы синильной кислоты, отравляющего компонента, который входил в состав циклона Б. 27 января 1945 года в ходе проведения Висло-Орденской наступательной операции войска 60-й армии 1-го Украинского фронта освободили польский город Освенцем. Взгляду воинов открылись бесконечные бараки, в которых находилось 7 тысяч изможденных людей, фактически скелеты. Так открылась правда о самой смертоносной системе концлагерей Второй мировой войны, где за несколько лет было убито более миллиона человек. А название «Аушвиц» и «Освенцем» стали олицетворением этого преступления против человечества. По разным подсчетам, в боях за освобождение Аушвиц-Биркинау погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров. После освобождения лагеря советскими войсками, часть бараков и зданий «Аушвиц-1» использовалась как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использована до 1947 года как тюрьма НКВД СССР и Министерство общественной безопасности Польши. Точное количество погибших в Освенцеме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Кроме того, немцы не вели учет жертв, направленных в газовые камеры непосредственно по прибытию. Начиная с 1940 года из оккупированных территорий и Германии, в концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцем прибывало по 10 эшелонов с людьми в день. В эшелоне было 40, 50, а иногда и более вагонов. В каждом вагоне находилось от 50 до 100 человек. Около 70% всех привезенных евреев отправлялись в газовые камеры в течение нескольких часов. Функционировали мощные крематории для сжигания трупов. Помимо них производилось сжигание тел в огромных количествах на специальных кострах. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенцеме было уничтожено от 1 миллиона 100 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч человек, большинство из которых составляли евреи. Эта оценка получена косвенным путем, для чего проводилось изучение списков на депортацию и подсчет данных о прибытии железнодорожных составов в Освенцем. В 1947 году польским правительством началось создание музея на базе лагеря Освенцем. Ведь нельзя допускать, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. Не совсем по теме, но я скажу. Ребят, я вообще нихрена не моралист, но отношение некоторых туристов к данному месту просто поражает. Я не понимаю, как можно фотографироваться на фоне матрасов для заключенных, при этом целуя партнера в щеку. Я не понимаю, как можно ходить в обнимочку и улыбаться, видя все это вокруг. А отдельная тема – это группы из Израиля. Они размахивали флагом своей страны, кидали свои кипы в воздух, кричали и смеялись, как сумасшедшие. А еще прямо на территории лагеря есть ресторан. Ну, я считаю, это немножко такая циничная тема. Не, вы еще поняли, что тут кормили так, как кормили заключенных, а тут нет, все погламурно. Имейте в виду, что желающих посетить Освенцем очень много. Это одна из ключевых туристических точек этой части Польши. И поэтому вы, возможно, даже в будний день в очереди простоите часа полтора-два. Могу рассказать вам один чит. Вы подходите к началу кассы и идете в хвост очереди, параллельно спрашивая, есть ли тут русские. Русские, разумеется, откликнутся. И тогда вы говорите, а мы постоим с вами. И стоите вместе. Таким образом, вы быстрее всего подойдете к кассе. Конечно, в своем обзоре я не раскрыл многие аспекты жизни этого проклятого места. Но я думаю, вы уловили суть. Я не буду вас просить поставить лайк. Ибо это нифига не лайк, ребят. Это просто жесть. Но помогите, пожалуйста, увидеть это видео другим. Напишите комментарий под видео, что вы думаете обо всем увиденном насчет этого ужаса. И я сам читаю комментарии, и я дам вам тоже обратную связь. И нажмите, пожалуйста, колокол. Потому что скоро выйдет обзор про еще один гитлеровский лагерь. Штутхов. С вами был Женя Огонь. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok